Сегодня я вам немножко расскажу о ракетах, о том, какое у этого будущее, чем мы занимаемся и где в этом всем embedded. Доклад я разделю на несколько частей. Каждая часть помечена соответствующим временным промежутком. То есть, если какая-то часть, например, если кому-то больше интересно послушать про то, чем мы занимаемся, в принципе, тут все расписано, когда можно начинать активно слушать. Ну что ж, прежде чем я начну, я хотел бы попросить вас интерактива ради, и потому что по той причине, что нам, возможно, всем было бы любопытно услышать мнение друг друга, есть один вопрос, на который я хотел бы получить ваше мнение, и для этого я попрошу вас зайти на menti.com и вбить вот этот вот код, который вы видите сейчас на экране. И сейчас этот код вот здесь сверху экрана вы можете видеть. Я предлагаю вам ответить одним словом или буквально в паре слов. Какая, по вашему мнению, в настоящий момент основная проблема украинского аэрокосмического сектора? Я думаю, где-то минуту мы можем на это потратить. Минуту или полторы. Да, по мере того, как люди будут отвечать, эти ответы будут появляться здесь, мы все на них посмотрим. Я думаю, что всем нам будет любопытно. Отсутствие контрактов, недостаток финансирования. Деньги. Вот кто-то написал про low support. Не освещается тема, тоже любопытно. Холодная цеха, системная проблема. Бюрократия. Низкий приоритет. Ух ты. Много интересных вариантов. Давайте еще 30 секунд подождем, я думаю. Кто-то написал ой. Тоже интересная точка зрения, на самом деле. Ну, я так понимаю, что у нас, в принципе, основная, основная, так сказать, наиболее популярная точка зрения – это финанс. И он тут самым жирным выделен, в принципе. Да, все точки зрения любопытные. И по части законодавства, и по части бюрократии, и по части государственной поддержки, в особенности. Хорошо. Хорошо. Я думаю, что, в принципе, все проголосовали. Основная часть – 24 голоса. Хорошо. Станислав, у нас также в вопросах и ответах есть вариант образования. Ага, я понял. Хорошо. Так, ну что ж, давайте тогда начнем не с самых приятных новостей. И, в принципе, да, большинство точек зрения по-своему правдивы. Несмотря на, значит, аэрокосмическая отрасль в Украине, в настоящий момент переживает период довольно длительной стагнации. В настоящий момент, несмотря на сотрудничество по международным проектам, некоторые из которых вы видите на экране, несмотря на то, что это сотрудничество приносит десятки миллионов долларов в год, особенно, что касается первых двух пунктов, несмотря на это, наблюдается тенденция к уменьшению количества запусков космических аппаратов, в разработке которых мы принимали участие. И речь идет, тут, скажем, проблема довольно комплексная. Речь идет о ракете Днепр и Зенит, которые не запускались с 2015 года, потому что запускать их у нас стало неоткуда. Ранее мы их запускали с космодрома в России после 2015 года, точнее, после 2014 года из-за санкционной программы это стало невозможным. По этой причине мы очень сократили объемы запуска наших ракет. Помимо этого, в Европейском космическом агентстве наблюдается такая тенденция к европеизации, то есть это отказ от деталей производства стран не участников Европейского космического агентства. Таким образом, например, в 2017 году Европейское космическое агентство профинансировало программу перехода от двигателей украинского производства в ракете Вега на двигатели, скорее всего, это будут двигатели итальянского производства. То есть рано или поздно ракета Вега от нас уйдет. Помимо этого, если сравнивать те ракеты, в разработке которых мы принимали и принимаем участие, вот эти три, например, самых основных, если мы их сравним с тем же Falcon 9, мы увидим, что последний на низкую околоземную орбиту доставляет в два раза больший груз, чем все три ракеты вместе взятые. При этом стоит он как одна ракета Antares. И это уже тоже накладывает очень серьезные проблемы на... ставит серьезные вопросы скорее к востребованности наших ракет. Особенно учитывая этот факт, что ракета Falcon 9 из-за высокой массы, доставляемой на низкую околоземную орбиту, она... таким образом у нас количество клиентов, которые пользуются услугами Falcon 9, растет. Таким образом, стоимость единицы, выводимой нагрузки на низкую околоземную орбиту, она снижается. Так, например, для Falcon 9 эта стоимость составляет 2700 долларов, для ракеты Днепр 4900 долларов, а для ракеты Вега 10 тысяч. Соответственно, потребность таких ракет в перспективе 10 лет, она существенно снижается. Поэтому козырей у Украины остается, к сожалению, все меньше и меньше. И несмотря на работы, которые ведутся по части других задач, например, программа морского старта, старт с морской платформы, тем не менее, тем не менее, перспективы у этого не самые радужные. Особенно в ключе того, что у нас действительно, как было указано многими в этом голосовании, у нас действительно есть проблема с финансированием. Из 90 миллионов долларов, которые выделили государственному космическому агентству в 2018 году, 90% ушло на государственные заказы. И для разработки непосредственно сегмента аэрокосмического осталось 3,2 миллиона долларов, что довольно мало. Из этих средств мы еще значительное время выплачивали долги, которые у нас остались от производства спутника Лыбидь. У нас был спутник Лыбидь, который мы не смогли запустить в 2015 или 2014 году, который мы хотели запустить с территории Российской Федерации. После введения санкционной политики спутник для нас оказался недоступен, а расплачиваться за займы пришлось еще несколько лет. Поэтому, да, действительно, проблем у нас очень много и все они не самые радужные. Но давайте интересы ради сравним с кем-либо, с какой-то страной, у которой приблизительно такой же порядок финансирования. Например, есть Новая Зеландия. Новая Зеландия интересна тем, что это одна из стран-лидеров по темпам космического развития. В чем заключается разница? Говоря просто, разница заключается во всем. Дело в том, что несмотря на то, что космическому агентству Новой Зеландии всего лишь 4 года, если я не ошибаюсь, оно было создано с самого начала, оно было создано под удовлетворение потребностей сегмента New Space. Что такое New Space? New Space — это новый виток космической промышленности, в котором мы живем сейчас, который подразвивает космическую коммерцию. Это Илон Маск с его ракетами, это Blue Origin и, в принципе, все остальные. То есть это космическая коммерция. Они изначально создали свое космическое агентство и свою космическую программу под решение подобных задач. Помимо этого, они тратят значительные средства для поддержки Space Science Research и Space Science Education. У них было... у Новой Зеландии была колоссальная проблема, которая заключалась в нехватке инженеров. Тем не менее, вот за несколько лет они эту проблему упорно решают и, в принципе, довольно успешно, вкладывая деньги в сотрудничество с университетами. Ну и очень важный момент также — это тот факт, что космическая отрасль Украины была изначально создана как часть оборонной промышленности Советского Союза. И, соответственно, значительную часть этой инфраструктуры мы унаследовали, и мы ее не меняли с этих пор. Новая Зеландия строила все с нуля и построила все изначально так, как она хотела, с уклоном в New Space. Самой главной проблемой, по моему субъективному мнению, я считаю даже не те проблемы, которые я озвучивал на предыдущем слайде, потому что, в принципе, с ними еще можно работать. Самая фундаментальная проблема украинского космоса, по моему мнению, заключается в отсутствии космической программы. Дело в том, что космическая программа у нас формально по документу есть, но если анализировать этот документ, то на текущий момент у нас должно в небе крутиться пять спутников уже. То есть мы, скажем так, реалии несколько далеки от того, что обозначено в этом документе. Вменяемого курса, соответственно, который поддерживается, который стимулируется, у нас в настоящий момент нет. И это, по моему мнению, является наибольшей проблемой. Ну а что там частники? Частники у нас есть. По центру расположились две компании Макса Полякова. Это предприниматель из Днепра, который в 2017 году выкупил Firefly Space Systems, обанкротившийся, и на его месте создал Firefly Aerospace, который сейчас готовит ракету-носитель к запуску. Между прочим, насчет Firefly Aerospace, очень интересный момент, что у них существует R&D-центр как в Штатах, так и в Украине. То есть это полноценная, можно считать, такая частная компания, которая вот здесь у нас строит какую-то инфраструктуру, что очень приятно. По бокам расположились два стартапа. Одни это киевляне Space Kosex. Начали с Дмитру Хмару, который тоже, кстати, программист. Не знаю, если он на стриме и если он в комьюнити. Если что, передаю ему привет. И Space Logistics. Не знаю, если вы на стриме, но вам тоже привет. Space Logistics из Днепра. Что Украина может, в принципе, делать, основываясь на том, что делает Новой Зеландия? Если мы возьмем Новую Зеландию за образец и сориентируемся на New Space, что мы можем производить? Что мы в состоянии производить? Мы уже производим Spacecraft-компоненты, ракетные двигатели и первые ступени, например, для ракеты Antares. Мы уже производим наземные системы. Это TTNC, телеметрия, трекинг и управление. Мы очень довольно-таки сильны в том, что касается IT-разработки. Несмотря на то, что пишут на любимых ресурсах. Тем не менее, мы можем найти специалистов, если захотим. Сам факт наличия R&D в Днепре Firefly Aerospace, который в себя включает значительное количество IT-специалистов, об этом говорит. Мы можем строить микроспутники. И КПИ тому хороший пример. КПИ запустил два микроспутника, один из которых до сих пор болтается на орбите. Как-то не странно, на самом деле. Ему уже на самом деле пора. И мы предоставляем Space Logistics, во всяком случае, сейчас предоставляет еще и Legal Services, что тоже очень приятно в контексте политики New Space. Это довольно актуальное направление, консультация по тому, что относится к Space Law. Из того, что мы не делаем, это суборбитальные полеты. Но основываясь на опыте других стран, мы знаем точно, что мы можем это сделать. И на этой теме я бы хотел сфокусироваться в последующем. Что такое суборбитальное ракетостроение? Суборбитальное ракетостроение – это любые ракеты, которые не выходят на орбиту. То есть к ним относятся измерительные ракеты и научные, к ним относятся противоградовые ракеты, к ним относятся космический туризм, к ним относятся космические грузовые перевозки и даже баллистические ракеты. Все это суборбитальное ракетостроение. Суборбитальное ракетостроение делится на две глобальные части. Это профессиональное и любительское. Любительское еще называют экспериментальным иногда. Профессионалы – это, вот здесь, например, я выбрал несколько компаний, которые мне нравятся. Шведские Мазер и польские поляки Метеор, которые занимаются ракетами для научно-исследовательских целей, для исследования микрокравитации. И Bristol Aerospace, к примеру, который занимается ракетой Black Brand, тоже ракетой для научных исследований. Из экспериментального сегмента можно выделить, в принципе, три подгруппы. Это соло-проекты, из которых я выбрал Ричарда Наку и Джо Барнард. Джо Барнард интересен тем, что он занимается разработкой небольших ракет с вертикальной посадкой, как у Илона Маска, и вектором управления тяги. Поэтому у него есть свой канал на YouTube, BPS Space, там весело, задорно, так что рекомендую. Инициативные группы часто строятся на основании части университетов. Это Днепровская аносфера, которая в настоящий момент является лидером вообще суборбитальных ракет в Украине. Это киевский Now Rocket. И вот разнообразие ради Копенгаген Суборбиталс, который, собственно, в Копенгагене занимается разработкой суборбитальных ракет довольно высокого уровня сложности. Стартапы. Тут вот два стартапа, которые я уже упомянул. Это Space Logistics и Space Kosex. И тут скромно на первом месте находится MW Labs, про который я сейчас немножко расскажу. Чем стартапы фундаментально отличаются от инициативных групп? Они отличаются тем, что у стартапов есть четкая политика к монетизации и определенная тактика, которой они придерживаются. В отличие, например, от Ноосферы или Now Rocket. Потому что в Ноосфере или Now Rocket люди строят ракеты, чтобы полететь чуть выше, чем в предыдущий раз. Мы занимаемся тем, что мы ориентируемся на решение определенных технических задач, которые востребованы на рынке. Если бегло сравнить с вербитальным ракетостроением Украинской и Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза, мы увидим, что в отличие от этих стран США и Европейский Союз у нас практически отсутствует вовлечение студентов и какие-либо программы для стимулирования интереса к этому вопросу. У нас отсутствует юридическое регулирование того, что называется High Power Rocketry. У нас существует только Федерация ракетомодельного спорта в Украине, которая занимается крайне простыми ракетами и на этом все ограничивается. И по части образования у нас существуют две инициативы, которые это стимулируют. Это Ноосфера и это Now Rocket. Это хорошо, но это, к сожалению, недостаточно на фоне других стран. Например, в той же Польше это направление развито гораздо интенсивнее. Ну и теперь немножко о нас. Кто мы такие? Мы киевская команда, которая занимается экспериментальным ракетостроением и ориентируется на коммерцию в этом направлении. Мы занимаемся разработкой нескольких направлений. Мы занимаемся разработкой ракет, что включает в себя инженерные решения и бортовую электронику. Мы занимаемся разработкой наземных систем, что включает в себя лаунчеры и системы телеметрии и контроля. И мы занимаемся разработкой двигателей, то есть полный цикл проектирования, разработка топлив и создание сопутствующего оборудования для их тестирования. Например, TrustSense – это тесты для тестирования тяговых характеристик двигателя. Таким образом, мы занимаемся комплексно всем, на основе чего мы можем строить дальнейший бэкграунд. Что это за бэкграунд? Мы ориентируемся на два продукта коммерческих, один из которых – это противоградовые ракеты, и второй – это высотное наблюдение. Относительно второго, я думаю, что второй заслуживает отдельного доклада с точки зрения чисто data analysis и вообще всего, что связано с высотными наблюдениями. Но в целом скажу, что второй проект – это проект ракет для введения дронов на большую высоту. Где это нужно? Это нужно для анализа, для наблюдения за стихийными бедствиями, в частности за лесными пожарами, зоны воспламенения лесных пожаров, движения фронтов, передвижения миграции животных, поиск людей в критических ситуациях во время стихийных бедствий и так далее. Суть проекта заключается в том, что доставляя дроны на большую высоту ракетами, мы по сути можем сделать такой РЗАЦ-спутник, который довольно долго висит и наблюдает за этим всем делом сверху. Сам спутник мы очень часто использовать не можем, потому что это очень сильно зависит от его местоположения. И далеко не всегда оно там, где нужно. А сами дроны по себе мы тоже использовать не можем, потому что дроны во время подъема тратят 50% своего заряда, еще 10% они тратят на спуск, и в итоге остается 40% времени, которое они могут посвятить непосредственно наблюдению, что неэффективно. Таким образом мы повышаем эффективность. Что касается противоградовых ракет, это речь идет о новом поколении противоградовых ракет. Я на нем остановлюсь немножко подробнее сейчас. С точки зрения наших целей, мы в конечном итоге строим пирамиду с конечной точкой. Это участие в долгосрочных проектах и попытке сделать что-нибудь в нашем государстве лучше. Мы точно знаем, что это возможно, потому что, к примеру, Новая Зеландия, о которой я говорил пару минут назад, «Космическое агентство Новой Зеландии» — это отличный прецедент для того, что мы собираемся сделать. Оно, это космическое агентство, появилось вместе с компанией Rocket Lab. Здесь важно подчеркнуть, что оно появилось не одновременно с компанией Rocket Lab, оно появилось благодаря компании Rocket Lab. То есть Новой Зеландия, которая не имела никакой активности в космическом секторе, внезапно обзавелась Rocket Lab, поняла, что это выгодное направление и начала менять глобально стратегию своего развития. И это получилось. То, что мы делаем сейчас, точнее, тот этап, который мы, скорее всего, уже прошли, это развитие почвы. Тот этап, который мы считаем очень важным для построения чего-либо. Дело в том, что инициативные группы, которые занимаются ракетами, это хорошо, это очень круто, но, к сожалению, без четких задач, без организации процесса, без методологии, без взаимодействия корректного и без поиска партнеров это абсолютно невозможно. Даже если мы соберем десяток или сотню талантливых инженеров и дадим им, не знаю, 100 миллионов долларов, они не построят ничего, потому что для этого нужна организация, для этого нужно взаимодействие. И это нужно строить в первую очередь. И это то, чем мы занимаемся. Второй этап, к которому мы приступаем сейчас, это коммерция. Коммерция, то есть это разработка бизнес-моделей, ресерчи, привлечение партнеров и так далее. Это то, чем мы занимались два с половиной года. Мы наступали на грабли разной степени болючести, интенсивности, разного размера и все такое прочее. Но помимо этого мы участвовали в выставках, делали свои двигатели, прожигали эти двигатели, участвовали в конкурсах, побеждали в конкурсах, проходили программу, преакселерационную программу от космического агентства и так далее. В итоге мы немножко понаскребали опыта из разных сторон, посмотрели, что можем мы, что могут другие, вправили немного себе мозги относительно вектора нашего развития и информно движемся дальше. И то, чему я хотел бы посвятить большую часть своего времени, это, собственно, наша ракета, что у нее внутри и куда мы движемся в контексте Embedded. У нас Embedded конференция, поэтому об этом и поговорим. Исторически наша ракета начиналась как проект в конкурсе экспериментального ракетостроения. В 2018 году, в конце 2018 года, NowRocket и, я так понимаю, Now получили финансирование из грамматического бюджета на проведение конкурса экспериментального ракетостроения. В рамках этого конкурса я нашел людей, которые были заинтересованы в том, чтобы строить ракеты, и мы с ними совпадали по интересам. Я тогда работал, уже называл себя MW Rocketry, люди работали в NowRocket, в итоге мы сделали такой pineapple pen, и по итогу мы объединились, начали работать над тем, что называется Iris Revisia 1. Это ракета, которая была предназначена для конкурса экспериментального ракетостроения, и она в себя включала ряд новшеств по отношению к тем ракетам, которые люди строили до сих пор в Украине. Вообще, в принципе, по тем системам, которые здесь представлены, практически все из них, они имеют какую-то отличительную особенность, которую, как правило, никто до этого не делал. Например, карбодовый корпус. До этого люди максимум, что делали, это либо наматывали корпуса из более дешевого стекловолокна, либо они использовали, как, например, NowRocket. NowRocket идет в эпицентр, покупает здоровенную ПВХ трубу канализационную поровнее. С одной стороны, в нее вставляет двигатель, с другой стороны, в нее вставляет парашют и носовой обтекатель и запускает. Мы пошли немножко другим подходом. Мы изначально начали закладывать, скажем так, более предминутые материалы, и сейчас я объясню, для чего. По части электроники мы сделали электронику, ну, как минимум, не хуже, чем у коллег из Днепра, я считаю. Эта ракета была модульной, о чем я тоже сейчас расскажу. У нее был узел стыковки бортового компьютера. Эта стыковка осуществлялась пневматической системой, и она была оснащена низкотяговым, низкотяговым, бессопловым двигателем. То есть эта ракета была полностью заточена на конкурс. Но время шло, и поскольку я был немножко задействован в этом процессе, как бы с краю, в этом процессе этого конкурса, скажем так, и немножко видел, что там происходит изнутри, время шло, и я понимал, что все идет немножко не в том направлении, если конкурс состоится вообще, это будет хорошо. И, к сожалению, конкурс не состоялся в реальности, зато состоялся по документам. То есть, к сожалению, у нас не все так идет гладко, как хотелось бы. И в какой-то момент еще до того, как, то есть конкурс до сих пор обещают, существуют люди, которые верят в него уже два года, но по документам уже это все закрыто. В общем, и это стало понятно где-то порой, ну там сколько, полгода назад, наверное, но мы это поняли раньше, и мы сфокусировались на разработке уже своего продукта. То есть у нас уже был какой-то вектор, который мы приняли, и мы начали разрабатывать свой продукт. Этот продукт – это прототип возвращаемой ракеты, то есть это не одноразовая ракета, она возвращается на парашютах, точнее на парашютах, трех, сейчас об этом расскажу. И мы выкинули низкотяговый ракетный двигатель, разработали свой полноценный бежок на 100 килограмм тяги. Мы выкинули пневматическую систему остыковки и снабдили нашу ракету взрослой пиротехникой. И мы добавили узел отстыковки двигателя. Об узле отстыковки двигателя я сейчас расскажу отдельно. А насчет пиротехники тут имеет смысл сказать пару слов, что мы тут тоже немножко продвинулись и пришли к использованию нитроцеллюлозы в определенной форме, потому что до этого момента ракетчики использовали черный обычный дымный порох, который на самом деле обладает меньшей эффективностью, чем нитроцеллюлоза. И он оставляет довольно большой процент твердого остатка. Причем этот остаток не просто твердый, он еще и раскаленный. Он все дамажит вокруг, все что есть. Такой проблемы нету с нитроцеллюлозой, и мы на нее, в принципе, перешли и радуемся. И вот апогеем развития, да, между ревизией второй и третьей произошло такое событие, что я уехал в Страсбург, в International Space University, перенимать опыт в этом направлении. И здесь мне немного вправили мозги, я немного посмотрел на то, как такие проекты должны выглядеть, и мы поменяли концепцию в очередной раз, и сейчас работаем над развитием IRIS ревизии 3. Тоже возвращаемая ракета, тоже решает задачи в сфере изменения погоды, то есть противоградовой работы. И вот в настоящий момент она прорабатывается. Если посмотреть на саму ракету, она состоит из нескольких модулей, которые выполняют определенную задачу. Модульная структура вообще, в принципе, гораздо более интересная, чем монолитная. То есть сейчас модульную структуру из ракетчиков делают только ракетчики из Днепра, из наосферы. У них есть две ракеты, которые тоже складываются из нескольких модулей. Одна ракета на 7 километров, другая ракета на 20 километров. Они готовы к запуску уже. И основное преимущество такой архитектуры заключается в том, что при попытке чего-то в этой ракете поменять, это сделать гораздо проще путем добавления или удаления какого-то модуля. это дает большую гибкость, потому что если у вас, например, есть просто канализационная труба, вам нужно либо редизайнить ракету в целом, либо эту трубу как-то резать, чего-то с ней делать, либо менять внутренности, их там как-то по-хитрому запихивать, чего не нужно делать в такой структуре. Вот это все у нас, если посмотреть на стабилизаторы, они такие здоровые. То есть мы специально заложили чуть большие стабилизаторы для того, чтобы была возможность эту ракету удлинить. То есть мы можем добавить сюда еще целый модуль, наверное, сантиметров на 40 длиной. И все это будет прекрасно работать. Ну, либо там несколько модулей, либо несколько модулей там. Там два модуля по 20, например. Модуль двигателя. В модуле двигателя совершенно неожиданным образом располагается двигатель. И, значит, помимо двигателя у нас предусмотрен узел отстыковки. Отстыковки – это самого двигателя, который вот здесь вот, я не знаю, виден ли мой курсор, надеюсь, что да, который вот здесь вот в правой части разрезан. Что это за узел отстыковки и зачем он нужен? Дело в том, что вообще в целом задача, которая решает решает, наверное, как бы это так сказать, имбеддед в контексте ракет решает спектр немного нетрадиционных задач. Обычные устройства, которые работают на столе, они, как правило, их задача там чего-то включить, выключить, я не знаю, там помигать светодиодиком и так далее. В принципе, если это все упростить, здесь задачи те же, только условия другие. То есть условия здесь, во-первых, это высокое ускорение, во-вторых, ну, об этом я сейчас еще расскажу. И, соответственно, другие задачи. Например, если запустить ракету с... Значит, хорошо. Как сейчас работает? Ставят ракету, запускают ее вертикально, в верхней точке ракета расчехляется, что ей необходимо выпустить парашют, выпускают этот самый парашют, и дальше вся команда, которая стоит в районе стартового стола, весело и с неистовым задором, несется за этой ракетой, которую ветром сносит черт пойми куда. Может снести на километр, например. Несется по колючкам, по кочкам, там по всему, чему только можно. Это то, как это работало раньше. После этого люди смекнули, что можно в ракету установить два парашюта. Два парашюта, которые хитро... хитро-мудрым образом будут выпищиваться один за другим. Один парашют будет поменьше, который будет ракету чуть-чуть тормозить и делает так, чтобы она... чтобы ее не сильно сносило ветром. То есть она будет уже не кубарем падать, а будет как бы просто быстро спускаться. А затем перед землей выпустить второй парашют, который, собственно, ее затормозит окончательно. И есть второй подход наш, который, я не знаю, я его на самом деле не встречал. Во всяком случае, в Украине мы были единственными, кто заинтродюсил узел остыковки двигателя. В чем он заключается? Дело в том, что из-за того, что наша ракета, в принципе, довольно легкая, из-за карбона в основном, из-за карбоновых конструкций, 40% массы всей ракеты составляет двигатель. Исходя из этого, у нас как бы есть две опции. Либо тащить огромные два парашюта, один из которых будет здоровый, для того, чтобы эту всю ерунду затормозить. Либо перед посадкой выбросить двигатель и обойтись парашютом поменьше. То есть двигатель, в принципе, можно, поскольку он стальной, его можно сажать на довольно большой скорости. Ракету обычно садят на скорости 3, 5, 4, 5, до 7 метров в секунду, а двигатель можно садить на скорости до 15 метров в секунду, ему ничего не станет. Поэтому по задумке, во время спуска, вся эта конструкция спускается вместе, а по достижению отметки 400 метров двигатель выпускается на своем парашюте, и ракета, после этого значительно облегчаясь, тормозит окончательно и падает на своем парашюте поменьше. Из-за этого экономится ресурс. Все счастливы. Вот здесь это не показано, точнее здесь этого не видно, но там есть термоизоляция вокруг двигателя и вокруг нее намотан парашют. И этот парашют установлен таким образом, что двигатель садится горизонтально и не дамажится во время падения. Чуть детальней этот узел показан на рендере слева. Не то, чтобы этот рендер был призван объяснить механизм его работы, но скорее того ради, чтобы показать, что этот узел довольно насыщенный, в нем целая куча разных элементов, которые проверялись, подгонялись. В общем, работы в него было заложено не так мало. Ну, чертеж по центру скорее для понтов, для того, чтобы показать, что вот у нас вот есть такая деталь, вот это она в центре, если что. И узел термической развязки. Дело в том, что двигатель, он довольно-таки здорово раскаляется, и приходится решать такие задачи, как термическая развязка, которая не позволяет раскаленному двигателю воздействовать на детали ракеты, в данном случае пластиковые детали ракеты, за которые он цепляется. Не то, чтобы этот узел действительно был критичен в этой ракете, но мы его закладывали, потому что это делать правильно. Электроника. Электроника представлена тремя системами. Четвертая система, это система управления траекторией, в настоящий момент приостановлена, тем не менее, мы о ней еще немножко поговорим, чуть-чуть. Электроника в подобной ракете состоит из нескольких блоков. Это бортовой компьютер, сам который решает основные вычислительные задачи. Это телеметрия, которая связывается с Землей. И это система спасения. В нашем случае система спасения управляет пиротехникой для выброса парашюта и замком, отстыковывающим двигатель. На рендере слева представлен основной бортовой компьютер, в который входит сама плата, вычислительный модуль, который анализирует давление, ускорение и прочие параметры, необходимые для управления, управления полетом. И, собственно, плата с сенсорами. Сенсора у нас напихано много. У нас напихан датчик давления. В качестве датчика давления у нас используется MS5611, который ставят в полетных контроллерах дронов часто. Из ускорения у нас акселерометр, гироскоп, в принципе, обычный MPU 6050. И помимо него у нас установлен GPS с магнитометром. Вот его антенна красуется здесь сверху. И это все дело оснащено также телеметрией на основе модуля Lora и логированием на SD-карту. К слову говоря, я не знаю, кто смотрит ли кто видео, но эта электроника сейчас находится здесь у меня. она не то, чтобы она была в дико презентабельном виде. Но я понимаю, что она отличается от того, что вы видите на рендере, но тем не менее, вот тут есть какие-то заплатки, воркараунды, провода брошены. во время быстрой подготовки к запуску брошены провода на какие-то пины довольно наглым образом. Но в целом эта электроника вот именно в таком виде была собрана. И тут можно еще заметить два слота, в которых ничего нет. Один здесь, а другой с противоположной стороны. Это слоты, в которые ставятся сервоприводы, которые обеспечивают управляемый спуск. Как я уже сказал, ракета у нас полностью возвращаемая, все ее части возвращаются на Землю безопасно. И у нас изначально дизайном был заложен функционал управляемого спуска. Пока что из людей, которые заимплементили управляемый спуск, это американская компания Apogee Rockets, которая это сделала пару лет назад, если я не ошибаюсь, и это довольно неплохо у них работало. Во всяком случае, при небольших ветрах. То есть, да, можно управлять стропами парашюта так, чтобы в автономном полностью режиме так, чтобы сажать всю эту, значит, всю эту ерунду в какой-то конкретной точке. Слева это скриншот из разработки. Разрабатываются все эти вещи в Solidworks. Здесь на скриншоте, точнее на рендере, наверное, лучше это видно. Полная сборка бортового компьютера плюс плата телеметрии. И вот здесь даже видны качалки для серв, которые обеспечивают управление парашютом во время спуска. Теперь по поводу того, как это управляется, как это управляется, ну, в общем, как это управляется в целом. Значит, по дизайну Iris Revisia 2, то есть та, которую я сейчас объясняю, это ракета, которая поднимается. Это прототип, то есть на нем мы планировали отладить взаимодействие компонентов, снять необходимые данные полетные и в дальнейшем его модифицировать, этот прототип уже к конкретному продукту. Алгоритм его работы, наверное, там, по-моему, на следующем слайде будет рассмотрен, сейчас я о нем расскажу. Перед вами три платы, которые мы использовали. Три из четырех, на самом деле. Плату главного компьютера я, к сожалению, найти не смог. Рендер. Вот здесь вот по центру красуется акселерометр, гироскоп. Рядом, если я не ошибаюсь, магнитометр и несколько силовых ключей, которые обеспечивают, в нашем случае, они обеспечивают оптический канал связи, они активируют, открывают, закрывают светодиод. Для того, чтобы связываться между различными модулями ракеты и об этом я сейчас чуть-чуть расскажу в дальнейшем. Вот модуль, опять же, модуль системы управления пиротехникой, силовыми ключами, вот эти вот небольшие микросхемы, VT1, VT2, это силовые ключи, которые управляют, которые управляют сервой в замке отстыковки двигателя и которые управляют пиротехникой во время отстыковки остальной части ракеты, во время выброса парашютов. Ну и плата телеметрии. В общем-то, все у нас построено на контроллерах STM-32. И я расскажу... Значит, эти контроллеры, это STM-32 и F-103, широпотребные контроллеры. Мы их использовали, потому что они, в принципе, прекрасно выполняли вот эти задачи. Но в будущем я расскажу, куда мы двигаемся и что у нас будет стоять, скорее всего. На всех этих контроллерах крутится РТОС, операционная система реального времени, которая, собственно, всю эту систему менеджит. теперь о том немного, как это работает внутри. Точнее, как это работает... В общем, какая, собственно, последовательность всего имеет место быть в ракете, на земле и в воздухе. Ну, во-первых, у нас, как я уже упоминал, есть поддержка SD-карты. На этой SD-карте записан определенный конфиг, который позволяет какие-то датчики включать, конфигурировать, задавать им интервалы опроса и так далее. Это, в принципе, такой полноценный конфигуратор, который все это, значит, считывает конфиг-файл в формате JSON, парсит его, находит ошибки. Если ошибки обнаружены, то он абортит миссию. Если не обнаружены, значит, двигаемся дальше. У нас... Мы заинтродюсили тут стейк-машину. Насколько мне известно, зачастую обычно ракетчики не парятся и... и пишут все условия if-ами буквально. Но стоит машина, я думаю, здесь есть, наверное, люди не из embedded community, но люди из embedded community знают, что это и зачем это нужно и понимают, что это гораздо более предсказуемая система, чем if-ы написанные вручную. Теперь. После того, как мы распарсили конфиг, после того, как мы запустили стейк-машину, стейк-машина проверяет электронику и проверяет наклон ракеты. Это делается для того, чтобы предотвратить возможный запуск ракеты в неправильном положении. Например, если мы случайно запустили последовательность запуска в момент, когда мы эту ракету держим в руках, например. Запускается телеметрия и у нас, я, кстати, забыл вставить скриншот, на самом деле, мы задевелопили такую оболочку, импровизированный shell для нашей ракеты. Shell, который напоминает Linux, у него там свои команды, которые нам нужны во время конфигурации ракеты, через которые, собственно, осуществляется секвенс запуска. После того, как запускается телеметрия, появляется возможность достучаться к ракете. Это с использованием лора модуля, который в ней установлен, который я показывал несколькими скриншотами ранее. И после этого, после того, как запускается телеметрия, мы, значит, вообще подготовка ракеток к запуску это довольно комплексная процедура, я тут всю решил не расписывать, но есть один из этапов, во время которого мы фиксируем ракетный двигатель. Как вы помните, ракетный двигатель у нас может остыковываться, поэтому его нужно еще как-то зафиксировать. Он хитро-мудрым образом вставляется в специальный разъем и там зажимается надежно. Фиксируется ракетный двигатель, когда это произошло, когда все отлично, ракета переходит в режим ожидания активации и когда это происходит, ракета еще раз проверяет, под каким углом она находится, все ли в порядке с сенсорами, то есть она считывает датчики сенсоров, проверяет, вписываются ли они в определенные значения и если да, то дает нам решение запускаем мы или не запускаем. Если не запускаем, она полностью абортит миссию и это требует перебора ракеты, то есть случайно эта ракета не запустится и если она говорит, что типа все ок, гоу, то после этого происходит лаунч. Причем лаунч происходит в данном случае в ARIS ревизии 2, он происходит в ручном режиме, когда команда находится на каком-то расстоянии от ракеты, я чуть ближе к ракете, у меня два провода, я эти два провода торжественно замыкаю. Происходит запуск, значит, в будущем в ARIS ревизии 3, которую мы вообще в принципе пока что не раскрываем, но будет запланирован уже автономный запуск, то есть ракета будет сама себя запускать и вмешательство человека будет требоваться только для того, чтобы в общем сообщить ей какие-то определенные параметры предстартовые. Потом происходит запуск, ракета уходит вверх, что происходит с электроникой? Электроника детектит, что произошел запуск, она это делает по изменению ускорения, ускорение больше, чем и дольше по времени, чем когда это происходит, запускается main engine cutoff таймер. Этот таймер нужен за тем, чтобы предотвратить весь алгоритм строиться на том, что действия какие-то должны выполняться в определенной последовательности. Это регулируется, стоит машиной. Если по какой-то причине мы не смогли задетектить, что у нас отработал двигатель, у нас следующий элемент последовательности запускается по таймеру. Это так называемый аварийный таймер, вот этот, который здесь называется main engine cutoff таймер. Если мы срабатываем, мы в любом случае инициируем алгоритм детектирования апогея. В алгоритме детектирования апогея тоже есть свой таймер, тоже аварийный, на случай, если мы по какой-то причине не смогли в течение времени дольше, чем апогея, задается на этапе в конфиг файле, если мы не смогли обнаружить верхнюю точку апогея. В верхней точке апогея, если все нормально, мы выпускаем парашют, причем это происходит интересным образом, из-за, нужно сказать, что из-за того, что наша ракета менялась, она вообще исторически росла, исторически происходила от ракеты, которая должна была участвовать в конкурсе, в которой не было ни пиротехники, ничего. Из-за этого у нас получился небольшой пласт Legacy, из-за которого модули электроники оказались разнесены в разные части ракеты. Из-за этого получается такая ситуация, что модули электроники который значит модуль электроники я напомню просто сейчас покажу еще раз. Модуль электроники находится вот здесь, это отдельная часть, которая отстыковывается пиротехникой. При отстыковке эта часть вытаскивает свой парашют и парашют основной вот этой вот болванки. И этот модуль, он сам все внутри считает, он приходит к тому, что окей, я нахожусь в точке апогея, отстыкуйте меня. И он посылает сигнал в модуль recovery system для того, чтобы его отстыковали. Это он делает через специальный оптический канал, о котором я потом возможно отвечу в Q&A session, там есть о чем поговорить. Отправляет сигнал через оптический канал в recovery system, которое инициирует выброс срабатывания пиротехники и выброс парашютов. То есть на пункте 6 отправляется сигнал по оптическому каналу, отстыкуйте меня, после этого выбрасываются парашюты и управление передается модулю recovery system, а именно motor separation controller, который дальше, у него есть свой барометр и он детектирует, если высота спускаемого аппарата внезапно стало меньше 400 метров, происходит разделение ракеты и остыковка двигателя, после этого ракета окончательно тормозит и спускается уже на небольшой скорости и двигатель спускается на скорости порядка 15 метров в секунду на землю. Результатом этого всего, если все эти секвенсы прошли успешно, являются все три элемента, то есть двигатель, болванка и электроника, спускаемые на парашютах, как бы все счастливы. Что произошло 24-го запуска? Если вы следите за тем, что происходит у нас, у нас 24-го августа был тест, и во время запуска у нас произошла аварийная ситуация. Значит, отработало в принципе практически все, но пункт номер 5 произошел значительно раньше, чем это было запланировано. Почему так произошло? Это произошло из-за эффекта Бернули. Значит, особенности embedded для ракет, о нем мы, наверное, сейчас еще затроем, эту тему немножко поговорим, но особенности embedded ракет заключается в том, что то, что работает на столе, далеко не всегда работает в реальной жизни. В реальной жизни ракета, которая проходит через атмосферу на высокой скорости, теряет давление внутри, из-за эффекта Бернули. Давление внутри падает, из-за чего на начальном этапе, когда ракета ускоряется, это вроде как никак не влияет, но зато когда ракета перестает ускоряться и скорость ракета начинает падать, давление внутри начинает возрастать. И в нашем случае ракета трактовала это как точку перехода через апогей. В обычной ситуации, если бы давление внутри не менялось, это был бы правильный сценарий. То есть ракета доходит, давление уменьшается во время подъема, после этого он переходит через точку апогея, давление начинает снова увеличиваться, и происходит выброс парашюта. В нашем случае из-за эффекта Бернули, к сожалению, мы об этом знали, и все равно мы не смогли это, я конкретно не смог это учесть корректно. Из-за этого ракета выбросила парашюты на огромной скорости, парашюты сорвало. Надо сказать, что скорость составляла в этот момент порядка 900 км в час, это скорость, крейсерская скорость Боинга 737, и надо отметить надежность системы отстыковки электроники, потому что она сработала против потока на такой колоссальной скорости, и парашюты выбросились, но шансов выжить у них не было при таких скоростях, поэтому ракету развернула, развернула ракету на высоте, вот смотрим на пункт 8, развернула ракету на высоте меньше 400 метров, поэтому ракета решила, о, пора отстыковывать двигатель, и отстыковала двигатель, то есть у нас произошло два события, у нас парашюты сработали досрочно, из-за этого ракету начало разворачивать, в этот же момент сработала отстыковка двигателя, потому что мы находились на высоте меньше 400 метров, и двигатель улетел в сторону, двигатель по результатам не нашли, ходили с металлоискателем в поле, но к сожалению найти его не удалось, хотя по звуку он приземлился где-то недалеко. Ну и куда мы двигаемся дальше? Вообще, в целом, требования к электронике ракетной довольно серьезные, и то, что мы заинтродюсили в IRIS ревизии 2, на самом деле еще импровить и импровить. Импровить в какую сторону? Во-первых, любая электроника во время серьезных ускорений, в нашем случае ускорение составило больше 60G, точно мы не можем сказать, но точно больше 60G. То есть, это ускорение полноценной такой боевой ракеты. Соответственно, под это все дело должны соблюдаться определенные правила проектирования, например, печатных плат, например, по минимуму деталей, которые крепятся на ножках. То есть, из-за ускорения может сорвать либо ножки, если деталь весит ну там сколько-то, либо может произойти такая ситуация, что в общем, никто не может, если это не заявлено в даташите, что эта деталь может выдержать в такой-то плоскости ускорения до такого-то значения, никто не может гарантировать, что произойдет с любым контроллером при таком ускорении. Там может происходить вообще решительно все что угодно. Поэтому это накладывает ограничения на на типы корпусов. Соответственно, это либо WSYN корпуса, либо это BGA корпуса, как правило. Плюс это, возможно, подпорки, которые не дают плате прогибаться при стартовых ускорениях и как бы прочие такие вот особенности, которые необходимо учитывать. помимо этого, опять же, подобные эффекты, как эффект Бернули, с которым мы столкнулись, это все необходимо компенсировать программно и грамотно это сделать, на самом деле, это, в принципе, задача. И, опять же, все это очень тесно переплетено с тем, как вообще эта ракета устроена конструктивно, потому что все очень сильно зависит, например, от отверстий в корпусе. То есть, отверстие в корпусе это во время активного участка полета ракеты это области пониженного давления. Давление это может сыграть, если там стоит барометр, оно может сыграть, например, так, как это произошло у нас. И это все нужно понимать и это идет как бы комплексом конструкторское решение, хардвар и электроника. Все это в отличие от того Embedded, который работает на столе, оно все должно проектироваться комплексно. Так, значит, на что мы ориентируемся? Мы планируем работать, тут небольшое есть облако технологий, мы четко для себя видим вектор дальнейшего развития, он, в принципе, для нас остается неизменным, меняется только формат достижения цели. Мы планируем фокусироваться на импруве электроники, на импруве электроники вот в том, в той плоскости, которую я только что рассказал, да, то есть это четкое понимание, как будут происходить процессы при вот такой-то компоновке или вот другой компоновке. То есть это комплексная проработка вот этих узлов, это более углубленная разработка софтвардных решений, чтобы у нас не случалось больше таких косяков, как с эффектом Бернули. И помимо этого мы работаем над переходом на новые двигатели, на новое топливо. К примеру, сейчас в разработке композитное топливо для IRIS третьей ревизии, композитное топливо, которое сейчас оптимизируется, испытывается, под него будет создаваться отдельный тегоизмерительный стенд, скорее всего, и то есть это еще один участок работы. Помимо этого мы работаем с наземными системами, вот, например, коллектив NowRocket анонсировал, что они строят систему трекинга ракеты антенна трекинг, то есть установлены две антенны, в их случае это антенны Яги, которые в реальном времени направляются на ракету для того, чтобы получать оттуда сигнал телеметрии. У нас, в принципе, такая система тоже есть в виде прототипа, но в настоящий момент мы над ней не работаем ввиду нехватки ресурсов и ввиду того, что решить эту задачу красиво это займет очень много времени, там требуется и серьезный мотопарат и разные вещи, потому что ракета быстро двигается, там возникает и сдвиг смещение доплеровское и необходимо учитывать время задержки отклика самой конструкции, которую вот эти антенны вращают, то есть это очень комплексная задача, на решение которой нужно потратить довольно немалый ресурс и в первую очередь временной ресурс. У нас сейчас, к сожалению, такой роскоши нет. Помимо этого мы ищем партнеров, которые могли бы нам проассистировать в самых разных моментах. это финансовый момент, это и момент консультаций, например, legal consultations, это бизнес-модель и так далее, то есть мы активно перенимаем опыт, стараемся. Мы собираемся в дальнейшем, я не помню, сказал я уже об этом или нет, собираемся продолжать участвовать в выставках, привлекать к себе внимания и в общем мы четко движемся к направлению коммерциализации вот этой вот идеи с противоградовыми ракетами. Я думаю, возможно, у кого-то будет вопрос во время Q&A session, я на них отвечу детальнее. Я имею ввиду по противоградовым ракетам. Ну и что нам для этого не хватает? По большей части нам не хватает ресурсов. В первую очередь это люди, которые заинтересованы в разработке таких ракет, потому что, как я уже упоминал ранее, для нас очень важно построить организацию, построить структуру взаимодействия между людьми, при которой можно эффективно выполнять какие-то задачи. Только в этом случае это стоит того, чтобы это было профинансировано. Иначе это просто хаотичная какая-то деятельность и в общем-то перспективы у такой деятельности немного. Но в первую очередь это все упирается в ресурсы. Для того, чтобы строить взаимодействие между людьми, внезапно нужны люди. Людей у нас мало. Нас сейчас 5 человек, химик, инженер, проектировщик конструкционных решений, это инженер-хардварщик, инженер-двигателист, ну и я. И на самом деле ресурсов у нас не хватает как для разработки наземного сегмента оборудования, это тягоизмерительные стенды, их нужно импровить, это дистанционный запуск, потому что во время предыдущих испытаний мы извлекли очень мотивирующий урок, что вообще-то ракета, которая падает в непосредственной близости от тебя со скоростью 900 км в час, это наверное не очень хорошо и вообще-то нам лучше находиться как можно дальше от такой дурынды. Вот, дистанционный запуск это импровинг телеметрии, потому что лора, к сожалению, не вполне подходит для этих целей, она и долгая, и не позволяет передавать там пакеты больше 255 байт, в принципе с этим можно работать, конечно, но у нас и задачи немного поменялись по телеметрии, поэтому мы будем ее перерабатывать. И опять же, это ресурс разработчиков, потому что были попытки найти разработчиков в кругах студентов, но, к сожалению, к сожалению, далеко не все, точнее, подавляющее большинство студентов, они работают с там Ардуино, такими вот вещами, и по сути, это будет большая трата времени, собственно, на менторинг. Вот, если бы у нас получилось найти программистов, которые занимаются этим, которые хотят заниматься ракетами, которые хотят работать вот в Embedded в контексте ракет, это было бы просто превосходно. Ну и, конечно же, поскольку мы ориентируемся на рынок, мы нуждаемся также в юридической консультации, сейчас, в принципе, работаем над этим, это и по тому, где запускать, и тому, как запускать, и с кем согласовать, и по перевозке, как это правильно, корректно делать, потому что перевозки потребуются как минимум на полигон для испытаний, и на производство, что хранить, что не хранить, что хранить там в одном месте, что в другом, и так далее. После этого всего мы планируем искать партнеров и, соответственно, дальше инвестиции. На этом этапе, пожалуй, у меня основная программа подошла к концу, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вуаля. Спасибо за внимание. Прием, прием. Спасибо большое за доклад. У нас, на самом деле, есть большое количество вопросов. Открывай Q&A вкладочку, и там уже набилось действительно много. Так, хорошо. Морской старт вроде бы обанкротился. Я не готов сказать, прокомментировать сейчас статус морского старта. Над ним велись работы, и я знаю, что у нас были старты Зенита с морской платформы, но, к сожалению, к чему это пришло сейчас, сказать очень сложно. Насколько я помню, насколько я помню, в последнее время пытались принять бюджет на несколько лет вперед, и ладно, я не хочу соврать, если вдруг что, но я точно помню, что по бюджету все было довольно печально, и я не слышал сдвигов по морскому старту за последние, наверное, полгода. Я слышал, что были попытки создать стартапы, которые эксплуатировали этот подход. Например, в июне-июле этого года прошел такой подготовительный курс, такая преакселерационная программа от Государственного космического агентства. Наверное, самый правильный ход, который только был возможен в наших условиях, и если космическое агентство меня слышит, пожалуйста, проводите эти ивенты постоянно, потому что это первое, что нужно для того, чтобы появились частники. И в контексте вот этой программы преакселерационной звучали мысли о том, чтобы работать над морским стартом. Там отдельные стартапы хотели этим заниматься, но от этих стартапов сейчас ничего не слышно. Я так вот стараюсь следить, но, честно говоря, ничего не слышу. От космического агентства тоже ничего особо не слышно. Я думаю, что Answer Live, да? Правильно? Так. Как с нами можно связаться в дальнейшем? С нами можно связаться, вот, например, перед вами есть три QR-кода. Нам можно писать, там, кажется, где-то был еще телефон звонить. Лучше всего писать. Социальные сети мы мониторим постоянно, и поэтому проблем с этим не будет. Теперь град. Град в этом контексте это природное явление или оружие? Да. Наверное, это стоило прокомментировать чуть более подробно. Град в нашем контексте это природное явление. То есть Украина это аграрная страна. в которой, к сожалению, часто происходит городобой. И раньше у нас существовали противоградовые службы. Ну, как минимум, одна служба. Технически она все еще существует. На практике нет. Она существовала в Одесской области. Одна единственная, насколько я помню. Тем не менее, рынок противоградовых ракет востребован. И, к сожалению, спрос на них есть, а предложение есть только у одного акционерного общества в России. Это акционерное общество имени Чапаева в Чебоксарах, которое на весь СНГ штампует устаревшие противоградовые ракеты Алазань-6 до сих пор, которые там были придуманы еще в каком-то очень породатом году. Так. А где печатаете электронику? Захарий Фесенко спрашивает, где печатаете электронику? Руками ли? Нет, электронику мы заказываем в Китае. В принципе, наверное, как и большинство людей из этого комьюнити. Это, в принципе, стоит довольно дешево. в зависимости, конечно, от платы, от сложности изготовления, от объемов производства и так далее. Но, в принципе, если мы говорим о прототипе, то это, как правило, и плата меньше 10, по-моему, квадратных сантиметров, я уже не помню точно, то это стоит 2 доллара за производство и порядка 5 баксов за доставку в Украину. Детально, честно говоря, сейчас не помню, потому что сам я лично заказывал платы для себя довольно давно, а вот электрончик наш заказывает чаще, гораздо. Так, Игорь Апанюк спрашивает, какая именно ртос у нас. У нас фриртос, значит, мы разрабатываем под нашей стмки, мы для быстроты проектирования ведем разработку, основываясь на хаул библиотеки, основываясь на стм 32 куба, микс, для того, чтобы не вылавливать потом баги с тем, что там какой-то бит мы забыли установить и так далее. То есть используем фриртос, который поставляется по дефолту вместе с этим, господи, с кубом иксом. Так, тут, в принципе, такой же вопрос, какой ртос используете в проекте, я думаю, что можно считать отвеченным. Как вы проводите аппаратное программное тестирование без физического запуска? Ну, это хороший вопрос, значит, проводим так, как получается. Значит, этот вопрос можно, точнее, само тестирование, да, про которое идет речь в этом вопросе, его можно разделить на несколько частей. Тестирование непосредственно алгоритмов, да, и алгоритмы, с ними, в принципе, все более-менее понятно, потому что их можно симулировать, то есть, можно, есть электроника, вот, которая у меня в руке, под нее был написан отдельный файл, в котором были кейсы разные, там, данные, в общем, эмулировались данные с датчика давления, там был какой-то секвенс этих данных, его можно было менять, и, значит, проверялось, как эти данные обрабатывает вот эта вот электроника, то есть, это первый момент, который мы делали, который мы вводили, затем, еще один момент, это тестирование, опять же, программное тестирование, да, поскольку я упомянул уже о том, что системы, они идут комплексом, то есть, программное тестирование, на самом деле, должно проходить еще и в, по-хорошему, должно проходить еще и в аэротрубе, когда эту ракету сверху, точнее, по бокам, обдувает поток на высокой скорости, для того, чтобы мы могли понимать, как меняется давление внутри ракеты, если бы мы это сделали, мы бы, скорее всего, отложили бы еще раз, в очередной раз запуск, и пофиксили бы эту проблему с эффектом вернули, и не запороли бы этот ивент. К сожалению, доступа к аэротрубе у нас на текущий момент нет. Будем ли мы над этим работать? Да, будем, скорее всего. То есть, в будущем это нужно делать просто для того, чтобы избегать таких багов. То есть, это я к тому, что это идет комплексом. Потом еще какое тестирование. Тестирование, например, стыковки двигателя, да, проводили, и сначала, когда мы имплементировали этот узел, мы провели поверхностное тестирование, отстыковка работала, но затем, после небольших модификаций двигателя, отстыковка работать перестала, и мы это успешно отловили, и после этого подкрутили, подпилили, подрезали, отстыковка двигателя после этого начала работать успешно. Теперь есть еще тестирование пиротехники, да, то есть, что касается тестирования пиротехники, ну, тут, в принципе, с этим все довольно просто, заряжается электроника, заряжается пиротехника, выходим в поле, ставим ракету, эмулируем секвенс запуска, вот этот, который был приведен на слайдах, я его сейчас верну, вот тут, симулируется секвенс запуска, и после этого, хотя, кстати, нет, нужно отметить, что мы это делали без симуляции, мы это делали в ручном режиме, мы это делали в ручном режиме, подавая сигнал, управляя оптическим сигналом для того, чтобы эмулировать срабатывание пиросистемы, вот так, то есть мы вот эти все секвенсы, ground sequence и все секвенсы до пятого, вот здесь, мы их скипнули, но в целом, да, пиротехника тестируется, опять же, запалы тестируются, запалы на основе нитроцеллюлозы тестируются, запалы, к примеру, у нас была проблема уже в поле, вообще, это был, запуск, это был целый день проблем, у нас ничего не работало, не хотело собираться, отпаивались провода какие-то и в частности мы применили, мы до этого применяли состав для инициирования двигателя, состав это смесь оксида свинца и алюминия, хороший высокотемпературный состав, но поджечь мы его хотели резистором, то есть резистор это в принципе такая довольно надежная схема поджога, это раньше, как люди брали нехромовую проволочку, на нее небольшой кусочек воспламенительного состава и это работало, для того, чтобы поджечь вот такую вот штуку, мы наши например воспламенители для двигателей или для того, чтобы инициировать пиротехнику, мы используем резисторы, которые раскаляем достойно, 0,125 ватт, если память мне не изменяет, и о чем идет речь, вот в контексте тестирования, мы не вполне хорошо оттестировали, собрали неисчерпывающую статистику по запалам на основе оксида свинца и алюминия, и на пусковом столе у нас обнаружилась проблема, что мы не можем запустить двигатель, то есть мы потратили несколько запалов для того, чтобы это сделать, и наконец-то это сработало, это хорошо, но вот такие проблемы были, дело в том, что в принципе это абсолютно логично, это проблема, о ней можно было догадаться, потому что алюминиен очень обладает хорошей теплопроводностью, он просто все тепло рассеивает вглубь, и поэтому к сожалению старт был на грани срыва, но мы использовали более высокомный резистор, и после этого все завелось, просто чуть дольше это заняло по времени. Так, отслейте Андрей братус питает, чи отслейте онлайн телеметрию в польоте и каким чином? Так, отслейте и и взагалі это происходит не так, как мы ожидали, адже самая телеметрия на основе модуля лора не позволяет нам пакеты больше за 255 байтов, поэтому такие пакеты у нас были на самом початку, но потом мы это все порубали, скоротили дебажную информацию и в принципе решили эту проблему, но была еще такая проблема, что у нас в якости антенны встановлена звичайная шторева антенна на діапазон 433 МГц и через то, что ракета крутится, вертится в польоте, через то, что диаграма и напрямленности вона ну вона не те, чтобы направлена вниз на наземную станцию через это у нас были сбои и это в принципе мы знаем, как решить и обойти и и и и и мы над этим працюем взагалі так мы отсилали телеметрию ключевые значения стейп машины для того, чтобы розуметь для того, чтобы раздебажить, что там происходит после запуска тобто мы дебажали стейп машину дампулы и мы ну и ключевые такие моменты, GPS координаты також мы відправляли. Имеет ли смысл, Максим спрашивает, имеет ли смысл контролировать давление, пока работает двигатель. Давление чего? Давление внутри ракеты имеется ввиду. Тут я могу предположить, что имеется ввиду давление внутри ракеты. Пока работает двигатель, нет, не имеет и мы давление не контролировали. Вот, но эффект Бернули, он тоже обладает некой инерционностью и давление внутри, оно меняется, после отработки двигателя, оно меняется не мгновенно. Из-за этого как бы двигатель отработал, после этого мы мгновенно переключились в режим измерения давления и увидели, что давление увеличивается. Значит, апогей, перейдем. Это была ошибка, это было неправда. Апогей перейдем и к сожалению произошел у нас досрочный выброс парашютов и отказ системы спасения. Максим снова спрашивает, имеет ли смысл следить за антенной, следить антенной за ракетой на разгонном участке. Это как раз участок, на котором угол положения ракеты относительно наземной станции динамично меняется. После завершения работы двигателя ракета до апогея движется по инерции и находится достаточно высоко, чтобы угол положения наземной антенны менялся не так быстро. После выстрела парашюта ракета снизит скорость движения. Да, все так и есть. Проблема заключается в том, что ракета, которая поднимается выше километра, ее уже не видно, даже при ясном небе. В нашем случае было в принципе облачно, поэтому если бы ракета поднялась на довольно большую, выше 400 метров, ее, по-моему, уже не было видно. И поэтому с одной стороны имеет смысл постоянно отслеживать координаты, то есть куда она направляется, потому что ее может в конце концов ветром сносить. Но с другой стороны это действительно в реальности это очень сложная задача. И решать ее нужно несколькими антеннами, которые смотрят за ракетой. Часть из них вероятно это все направленные либо секторные антенны, которые будут смотреть на пленый участок, попленный скажем так сегмент неба, получать координаты, получать значение ускорений и значение ориентации ракеты для того, чтобы прикидывать куда она собственно летит. Плюс опять же система наземных станций на самом деле должна быть очень сильно пересмотрена нами, потому что во-первых, в принципе мы собираемся, поскольку мы ориентируемся на продукт, мы отказываемся от классических наземных станций, то есть вот эта проблема именно следить за ракетой, что она там делает, это уже уходит на второй или даже на третий план. У нас теперь решаются немножко другие задачи телеметрии, но в целом мы планируем в будущем использовать несколько антенн, которые стоят в разных местах и которые смотрят в определенные области и в общем отрабатывают определенные участки, то есть если мы понимаем, что ракета перешла например в этот сегмент, то мы можем остальные ракеты тоже подкорректировать. Остальные антенны. Я немножко оговариваюсь, мне кажется, иногда, потому что я говорю постоянно. Богдан Боровик спрашивает, если хочешь работать в космонавтике, делать что-то крутое, важное и возможно свое, есть ли для этого какие-то перспективы в Украине и стоит ли оно того или лучше работать за границей? Также стоит ли учиться в Украине на этой специальности или лучше со временем перейти учиться за границу? Я перешел учиться за границу. Это то, что я сделал. Касательно перспектив в Украине, я думаю, мы можем ответить на этот вопрос спустя 10 лет, когда посмотрим, получится у нас что-нибудь или нет. что касается моего субъективного мнения, которое я никому не навязываю. В Украине есть все перспективы, но для этого нужен системный комплексный подход. Кто-то упомянул, по-моему, системный подход во время голосования, и это абсолютная правда. для того, чтобы что-то работало, нужны цели, задачи, которые поставлены желательно государством. Если таких задач нет, в случае с нами мы ставим их себе сами, и мы собираемся двигаться в область коммерческую. Если эта область не взлетит в Украине, значит, мы будем ее взлетать в других местах. Но да, изначально наш интерес, чтобы это работало у нас. Плюс у нас есть для этого технические возможности. Плюс у нас довольно, на самом деле, если это анализировать, у нас далеко не самая худшая налоговая система для того, чтобы строить хотя бы R&D центры в Украине. Я считаю, что это перспективное направление. Стоит ли учиться в Украине? Есть университет имени Олега Гончара в Днепре, где учат в том числе там есть ракетные специальности, плюс там есть на сфера, которая на хорошем продвинутом уровне занимается ракетостроением экспериментальным. Поэтому в принципе есть с чего начинать. Виктория Таранюк пишет супер, спасибо. Кейт М. Наверное, Катя Манько спрашивает, расскажи, какое топливо сейчас используете. Сейчас мы переходим на композитное топливо на основе, у нас прорабатываются два типа топлива, это на основе этого, господи, перклората аммония и нитрата, на основе перклората аммония и нитрата аммония, так называемые ANCP и APCP. Эти топлива композитные, у них там есть органическая связка, горючая, и в принципе сейчас мы эти топлива испытываем, есть прожиги самого топлива, которое мы сейчас оптимизируем, по зажиганию, скажем так, то есть есть составы, скажем, есть составы, которые мы взяли за основу, это составы американского ракетчика Ричарда Наки, и которые мы сейчас оптимизируем, чтобы их было гораздо проще производить, потому что там видно, что есть что оптимизировать. Помимо этого мы работаем над тем, чтобы их было проще зажигать, то есть это воспламенительные составы. Ну и есть еще топливо, на которое мы нацелены, но, скажем так, это в перспективе, пока что мы о них, наверное, говорить не будем. Перед этим мы использовали, вот, например, 24 августа мы использовали карамельное топливо, так называемое, называемое любителями. это топливо, которое состоит из нитрата калия и сорбита, так называемая сорбитовая карамель, причем не просто сорбитовая карамель, а еще с фероксидным катализатором, из-за чего мы немножко подняли себе удельный импульс, но все равно удельный импульс у нас получился, ну не то, чтобы самый хороший, у нас получилось 124 или что-то в районе того 124 секунды удельный импульс, это для карамели нормально, вообще для ракетных двигателей слабовато, то есть вот это причина, по которой мы переходим на композитное топливо. Плюс композитное топливо, они зависят, конечно, от самого топлива, но они менее гигроскопичные, то есть они менее склонны к тому, чтобы поглощать воду, потому что с карамелью, с карамельным топливом вот этим, у нас уже были инциденты, когда я приготовил прекрасную, шедевральную, волшебную топливную шашку, все это, значит, собрал вместе, но по идиотской случайности я это забыл упаковать в сухое герметичное хранилище, вот, и по идиотской случайности в этот день случился дождь, и когда я вернулся и посмотрел на то, что осталось от топливной шашки, ну, в общем, пришлось сделать новое, вот. Как вы относитесь к high altitude ballooning? Хорошо относимся, но не занимаемся, существует стартап киевский, который называется Space Cosex, который я упоминал, которые развивают эту идею очень интенсивно, и мы за ними следим, мы за них болеем, стартап, который тоже участвует в выставках, у них тоже есть прототип, и более того, насколько я помню, они, кажется, они готовились запускать, запускать что-то в скором времени, снова запускать, то есть, они уже запускали на большую высоту, к сожалению, не помню на какую, прототип, и они планируют делать это снова, плюс у них есть четкое, опять же, что мне очень нравится, у них есть четкое видение, куда они движутся, и они медленно, но методично работают в этом направлении, например, они обустроили лабораторию, в которой у них есть сейчас барометрический стенд, который позволяет эмулировать перепад давлений, у них есть вибростенд, что позволяет проверять электронику, к сожалению, мы не смогли проверить электронику на вибрационной нагрузке, но это в будущем мы делать в обязательном порядке будем, у них есть вибростенд, то есть, они в это дело вкладывают, у них есть помещение свое, у нас, например, свое помещение нет, ракеты буквально делались на кухне, те, кто следил за моей страницей и видели, как там такая панорама, кухня, тут, значит, где-то стоит чайок, а тут, значит, прям сохнут топливные шашки, из карамельного топлива, вот, то есть, чуваки к этому относятся довольно серьезно и движутся в этом направлении, рекомендую, подпишитесь, следите, потому что только вот за такими вещами, по моему субъективному мнению, которое я никому не навязываю, только за такими субъективными, сори, заговариваюсь, только за такими перспективными вещами в Украине может быть будущее, то есть, я не считаю, что Украине нужно продолжать гнаться за построением космических кораблей, как у Илона Маска, несмотря на то, что у нас вроде бы как есть к этому возможности, у нас нету к этому государственного стимула, и то, что мы реально можем делать и где мы действительно можем конкурировать, это коммерция в таких всяких вещах. Мы выбрали для себя два направления, противоградовые ракеты и доставка дронов на большую высоту, а вот товарищи выбрали запуск стратостатов, и это прекрасно. Алина, подкажи, будь ласка, хорошие ресурсы по теории ракетобудования, архитектура, двигоны, дякую. Ну, дивись, щодо двигонів є чудова книжка, але я не знаю, чи, це дивлячись, до якого до якого рівня ти прагнеш, і дивлячись, на якому рівні ти знаходишся зараз. По ракету динаміці є книжка, господи, як же вона називається? Називається ракета динаміка, а хто автор, я не пам'ятаю. Я можу згадати її, і я попрошу організаторів якось десь ресурси, якщо там хтось ще буде щось запитувати, я викладу ці книжки, ті ресурси, які я вважаю доцільними для ознайомлення, я попрошу їх викласти. Щодо більш серйозного рівня, наприклад, є книжка, вона російська, яку було дуже важко дістати, але це вдалося, це «Внутрення балістика ракетних двигателів на твердому топливі». Це феноменальна книжка, насправді, в якій дуже багато математичних, не просто математичних моделей, і приклади, як ці математичні моделі створюються, але вони ще і прораховані. Тут є порівняння експериментальних даних з теоретичними. Тобто, це здоровена така товста книжка, і вона вичерпна, вона включає в себе аналіз, наприклад, деформації топливних шашок під час прискорення, тобто, як вони там розтріскуються, що з ними відбувається, як їх краще компонувати, і все таке інше. Тобто, це прям така дуже профаунд книжка. Якщо хочеться ознайомитись з найбільш простою теорією, але вже так от не на шкільному рівні, є сайт Річарда Наки, на якому буде дуже цікаво, там є розділ теорія, і буде дуже цікаво по цьому розділу теорія пройтись. Цей сайт, звісно, англійською мовою виконаний, проте там дуже послідовно буквально там кроків за десять, можна зрозуміти, як це працює в цілому, які фізичні процеси відбуваються, я маю на увазі з використанням математичного апарату. Тобто, він не дуже складний, але він доволі вичерпний. Цей математичний апарат в принципі використовують для дуже широко для розрахунку ракет. ми використовемо цей апарат. Расскажите, Андрей Шелестов спрашивает, расскажите про противоградовую ракету по возможности. Какі задачи решаются, какими будуть ракеты. Что касается противоградовых ракет, значит, у нас аграрная страна, і у нас существует доволі актуальна проблема градобоя. На самом деле, не тільки у нас вообще эти проблемы существуют, например, Ставропольський край, там, где Краснодар, вот это вот все. В Осетії тоже такие проблемы существуют, и там эти ракеты, кстати, применяют до сих пор. то есть, есть рынок фермеров, которые в этом заинтересованы. Да, во-первых, как эти проблемы сейчас решают фермеры? У них есть так называемая страховка, которая покрывает вот эти вот, покрывает градобой. Но, во-первых, страховка там, довольно хитрая, и она тоже, как бы там, все вот эти вот фишки, они стоят дополнительных денег, и во-вторых, в общем-то говоря, страховка это хорошо, но, скажем так, урожай дороже. Вот, и, и, помимо этого, фермеры бывают разными, кто-то может себе это позволить, кто-то нет, но факт состоит в том, что фермеров много. Нужно защищать их угодья от градобоя. Более того, нужно иногда не просто защищать их угодья от градобоя, нужно иногда наоборот, помогать им в нужные периоды делать так, чтобы на их угодья, на их поля пролился дождь. И это тоже задача, которую можно решить противоградными ракетами, потому что противоградовые ракеты работают как, значит, есть ракета, у нее есть элемент, который доставляет специальное вещество в облако, которое в этом облаке рассеивается и создает так называемые центры кристаллизации в переохлажденном облаке. То есть в облаке эта вся, значит, взвесь, она находится в очень переохлажденном состоянии, когда туда вносят центры кристаллизации, образуются водяные капли и они проливаются дождем. Собственно, в этом и заключается принцип противоградовых ракет. Мы прогнозируем град, запускаем такую ракету, она распыляет эти вот вещества и вместо образования града образовываются обычные дождевые капли, которые просто проливаются дождем. И это можно в том числе широко использовать для того, чтобы создавать благоприятные условия для роста различных сельскохозяйственных культур в определенные периоды года. И это мы собираемся делать. Да, это те задачи, которые решаются глобально. Теперь технические задачи, которые решаются глобально. Дело в том, что концепция противоградовой возвращаемой ракеты, она не нова. Абсолютно. И например, в 2003 году, по-моему, или в общем в районе русские представили противоградовую ракету семейства Алан, которая возвращалась на парашюте. Но если мы посмотрим, то есть эта ракета была, она эффективна, и там по всем показателям она довольно-таки ничего. Но если мы посмотрим на то, что с этой ракетой случилось, мы видим, что ее на рынке нет. Потому что есть, скажем так, проблема с тем, как это, то есть проблема не в том, чтобы ракету вернуть, проблема в том, чтобы организовать как бы это сказать инфраструктуру, потому что ракеты должен кто-то возвращать. То есть это в контексте государственной вот этой вот бюрократической машины это стало очень сложным их использовать. То есть максимум, на что способны противоградовые службы, это согласовать запуски противоградовых ракет в такое-то время, в таком-то направлении. То есть это вот так вот работает. То есть есть противоградовые службы, например, в Одессе, у них есть пусковая установка, они ее просто направляют по азимуту и по высоте, согласовывают с Укравиарухом, что они будут проводить запуски, запускают и, собственно, в каком-то радиусе от себя разбивают вот эти градовые облака. Но на самом деле если эти ракеты, которые они запускают, они одноразовые, то есть Алазань-6 и все остальные практически ракеты, они одноразовые, они уничтожаются тротиловой шашкой, которая находится внутри. Соответственно, как только появляется необходимость эти ракеты как-то возвращать, это становится сложно. люди с этой проблемой не справились и ракеты такие не прижились. А мы знаем, как сделать так, чтобы прижились. Это техническая проблема, которую мы решаем. Какими будут ракеты, пока что мы об этом рассказывать не будем, но ракеты будут интересными, то есть, скажем так, они будут возвращаемыми и они будут, во-первых, за счет их возвращаемости будет достигаться их высокая рентабельность, то есть, одна ракета Алазань-6 стоит 300 баксов, при том, что эту ракету потом просто уничтожают. Рыночная стоимость ракеты Айрис ревизии второй, которая разрабатывалась под другую модель, то есть, это бизнес-модель мы от нее сейчас отказались, но которая разрабатывалась под опленную бизнес-модель составляла 900 долларов, но ракеты такие окупались за два сезона, окупались бы за два сезона, ну, согласно этой модели. Вот, то есть, то, что будет у нас, это еще лучше, чем Айрис-2, еще проще, чем Айрис-2, и, скорее всего, это будет еще дешевле 900 долларов, то есть, еще дешевле, чем то, что было. Это будет прекрасно, если это получится сделать. Кейт М снова спрашивает, еще расскажи, пожалуйста, суть антиградовых ракет. Ну, в общем, ну, в общем, вот, только что рассказал, я думаю. Денис Низовець питает, дякую за доповедь, можно больше информации про high-altitude observation. Також цікавить організація запусків, юридичная сторона, какие обмежения в цьому плане. Щодо обмежений, ми зараз якраз працюємо над цим. Вважаємо, що це можна вирішити, тому, що, в принципе, є люди, які, вони запускали не ракети, але вони запускали на велику висоту дрони, і, в принципе, зараз з цими людьми консультуємось і я гадаю, що можу проконсультувати, як тільки ми самі з цим розберемось. Щодо High-altitude observation, це проект, який ми проробляли в контексті проекслераційної програми від Космічного агентства України в червні-липні цього року. І, в принципе, ідея доволі проста. В принципі, ідея доволі проста. Береться невелика ракета, у якої є грозовий відсік для дрону. Дрон складається спеціальним чином, він складає свої ці елементи з пропелерами, складається спеціальним чином, до речі, я бачу, що зараз 12.47, якщо що, прошу організаторів мені нагадувати про часовий ліміт, тому що я не знаю. У нас в 14.00. Які в мене є обмеження, тому що я бачу, що питань менше не стає. я думаю, що в нас є відео відео так. складає крыло, доставляє. А, що-то у нас с інтернетом. У нас на самом деле є відео до 2-х часов дня, я думаю, где-то за... Ну, я думаю, що у нас є відео ще на пару вопросів точно. і примерно за нескільки хвилин нам должно буде закончить, щоб іначе нас прив'є автоматичний зум. Я вважаю скажу. Я думаю, що ми зможемо продовжити в нашому ком'юнити під темою задавати вопросів. Да, я вже запостив постик, там вже начали что-то писати в ком'юнити, тому можна буде і там продовжити. Да, ну, пока у нас ще є відео на естинку вопросів, поэтому не мешало. да. Що стосується Haltitude Observation, це ракета, яка виводить дрон, який може складатись по подовженій осі, пакується в грузовий відсік невеликої ракети висотою до 2 метрів і запускається на висоту приблизно 5-7 кілометрів. Якщо порахувати, то на цю висоту дрон буде підійматися по-перше доволі довго, якщо зробити так, щоб він підіймався швидко, то він в режимі форсажу взагалі виїсть увесь заряд батареї і це буде неефективно, але навіть якщо він буде підійматись повільно, він насправді з'їсть до 50% свого заряду. Чому не використовувати дрон-літак? В принципі проблема там така ж сама, якщо порахувати середній дрон-літак, то він буде доволі довго набирати висоту і він буде, він витратить доволі значний запас батареї, коли він дістанеться певної висоти. Звісно, спостерігати можна і з меншої висоти, проте найчастіше при стихійних лихах, наприклад, Австралія це класичний приклад з лісовою пожежою, що була в 2020 році на початку, вони були дуже зацікавлені в тому, щоб використовувати спутникові знімки, проте спутник він пролітає, він не висить постійно над Австралією. І тому це пропонувалось як така заміна, лоу-кост-забіна, адже якщо ми, наприклад, будемо робити аерофотосйомку з літака, це також доволі значний запас палива. Тобто тут ти запустив ракету, вона вивела дрон, ракета спустилась в певну точку, після чого просто перезаряжається паливна шашка, і дрон знаходиться в повітрі і спострягає за певним сектором десь годину. І, в принципі, такий спосіб доставки дозволяє нам оптимізувати деякі параметри дрону, наприклад, кут нахилу, оптимізувати кут нахилу лопатей під певну висоту. Тому що під висоти залежить від розріженості повітря, залежить ефективність цих лопатей. І тому це можна оптимізувати також. І тим самим продовжити час зависання дрону на блокі висоті. Я вполне понял, ракети сверху, то есть сверху, це дуже важна для анализа того, що там відбувається наверху, дуже помог би, да. В каких, дальше вторая часть вопроса, в каких числах порядках измеряється расстояние потери движка, как далеко вы от него находились? Мы находились во время его падения, то есть мы слышали, как упали все элементы ракеты, слышали довольно четко, но обыскав в радиусе наверное ну наверное 100 метров, я думаю, в радиусе 100 метров от того места, где нашли именно ракету, то есть упавшую ракету, мы ее нашли, мы все нашли кроме двигателя, обыскав все место в радиусе 100 метров вокруг упавшей ракеты мы не смогли его найти, после этого тоже ходил один из чуваков из нашей команды с металлоискателем и все равно найти не смог, к сожалению, то есть где-то он там вот упал вероятно из-за того, что ракету развернуло парашютом и в этот же момент произошла остыковка двигателя то есть он улетел немного вбок но куда точно мы сказать не можем к сожалению Александр спрашивает в Национальном космическом агентстве Украины были ежегодные молодежные конференции ближе к 12 апреля если так это прекрасно я абсолютно полностью поощряю любую активность которая исходит от космического агентства которая направлена даже не столько на популяризацию потому что те, кому это интересно они и так занимаются сколько на стимулирование коллективов работать в коммерческом ключе опять же как я уже говорил по моему мнению это единственный путь действенный который который Украина и украинские стартапы могут выбрать для для того чтобы становиться космическим государством то есть у нас для этого все есть но функция государственного космического агентства должна быть не в том чтобы строить корабли как у Илона Маска она должна быть в том чтобы поддерживать развитие приватного сектора потому что опять же в 19-м году приняли закон про частное ракетостроение ожидали что сейчас внезапно как грибы из-под дождя после дождя грибы из-под дождя господи как грибы после дождя полезут частники а частники не полезли потому что для них нет бэкграунда, потому что их никто не поддерживает. Вот об этом идет речь. Это прекрасно, если есть такие молодежные конференции. Я только за. Александр дальше спрашивает. Как у вас происходит моделирование всей системы? Есть ли моделирование типа Simulink с привязкой к механической модели и модели программного обеспечения? К сожалению, у нас Simulink не используется. Среди нас нет людей, которые умеют работать с Simulink. И, в принципе, про тестирование я рассказал. Про моделирование я тоже немножко рассказал. Например, как я моделировал кейс с давлениями. То есть это симулировалось, но в Simulink мы такие модели не строили. Это правда. Станислав, я буду время уже тебя прервать, потому что у нас уже почти добежало время до конца. У нас есть больше 30 неотвеченных вопросов. Это прям очень много. Мы точно не успеем. Я думаю, нужно было резервировать часа 4 этот доклад. Очень интересно было послушать про ракетостроение. Могу в двух словах сказать еще, что у меня родственник когда-то в начале 90-х где-то работал тоже на городовой. Он как раз именно из Задельской области. Он там в этом всем участвовал. Да, очень было интересно послушать. Я смотрю, что очень большая реакция. Я тут же успел ответить на почти 30 вопросов и еще 30 в очереди. Поэтому, к сожалению, мы это все не успеем. У нас есть Mb.com. Кто-то спрашивал ссылку на него, я уже ответил. Я там уже запостил небольшой пост за травочку. В принципе, можно под ним задать эти вопросы еще раз. Если кто-то хочет тоже выступить с аналогичным докладом, а я знаю, что многие Mb-щики не занимаются на самом деле интересными вещами, пожалуйста, мы всегда открыты. У нас вот есть площадка. Пишите нам. Спасибо.